Доброе утро еще раз всем! Сегодня мы с вами поговорим о создании цифровых квестов, линейных и нелинейных. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, заполните форму регистрации, которую я сейчас кину в чат. Если вы присутствовали вчера на вебинарах, то вам заполнять повторно ее не надо. То есть это форма только для тех, кто присоединился сегодня или не заполнял ее вчера, например. Там пять вопросов, номер телефона можете не указывать, если не хотите. Это в первой половине дня было, да? Это было вчера, да. То есть я на каждом вебинаре буду кидать эту форму, если к нам присоединяются новые люди. Если вы уже заполняли ее, повторно заполнять эту форму не надо. А если ваш вопрос был по теме вебинара, то тема вебинара каждый день или каждая сессия новая. То есть мы будем каждый раз брать новый инструмент. Так, давайте потихоньку приступать. Здорово. Сегодня мы поговорим про создание цифровых квестов, линейных и нелинейных. Сначала немножко поговорим, что вообще такое нелинейное обучение. Потом я вам дам пример одного квеста, который сделан в Google Form. Посмотрим, как это сделать, какие результаты могут быть, как с этим работать, для чего это можно применять. И также я предложу вам некоторые альтернативы, где тоже можно делать эти квесты. Изначально я заявляла, что мы будем работать в Typeform, но там маленькое ограничение на количество участников, точнее, на количество респондентов. Поэтому мы будем использовать другую форму, чтобы все из вас могли ответить и пройти через нее. Единственный момент, что все материалы на английском языке, но ввести я буду на русском. Поэтому если нужна будет помощь, то я буду переводить именно с материалами. Для начала, что такое линейное обучение? Линейное обучение – это то, к чему мы, скорее всего, привыкли, что у нас есть какой-то пул лекций, у нас есть пул студентов или материалов, и все студенты проходят через одни и те же материалы. То есть их путь один и тот же. То есть они делают одни и те же шаги, и у них получаются одни и те же результаты на выходе. Ну, либо похожие результаты на выходе, но мы можем сформализировать, какие они будут. В случае нелинейного обучения мы говорим о том, что это система, когда каждый ученик идет по своему собственному пути. То есть они сами выбирают свой путь, и мы не можем заранее прогнозировать, какой будет финальный результат, только если мы сами этого не знаем. Так как нас опять немного, давайте именно будем что уговорить, где в жизни мы встречаемся с нелинейным обходом, или где мы видели примеры нелинейных сюжетов, например. Извините, кого-то я заблокировала. Ладно, одну подсказку я дам. Например, компьютерные игры, по которым мы с вами вчера и говорили. Что очень часто в играх есть сюжет, который мы определяем сами. То есть наше действие ведет к определенным последствиям или к определенному пути, на котором мы делаем следующее действие, и по итогу могут быть разные развязки. На экране у меня вы видите скриншот из игры для PlayStation. Что мы здесь видим? Что изначально там у героя есть несколько вариантов пути. В зависимости от того, что выбрано, мы пойдем по разной ветке. Некоторые ветки ведут в тупик и заканчиваются раньше, например, вот здесь посерединке. Некоторые ветки ведут к более-менее адекватной концовке, например, которая ведет к следующим действиям. Но, как мы видим, что концовки бывают разные. Теперь ваша очередь. Какие примеры еще нелинейного сюжета вы знаете или вы проходили? Встречали в жизни, я не знаю. Нет вариантов. Хорошо. Тогда будет следующий пример. В 2018 году... Ладно, давайте так. Знаете сериал «Черное зеркало» или нет? Конечно, знаю. На словах знаем, на видео кто-то махает головой. В итоге сериал «Черное зеркало» вышел, по-моему, в 2015 или 2016 году о злободневных проблемах современности. Что интересно, в 2018 году на Нетфликсе они выпустили специальный сюжет. Он вообще в фильм идет. «Черное зеркало», брендер «Нач», если я не ошибаюсь, правильно читается. Это интерактивный фильм, где зрители сами решают путь героя. То есть как он будет развиваться, как будет развиваться сюжет. Что здесь интересного? Что зрителям предлагается сделать 250 решений по ходу фильма. Эти решения влияют на то, какая будет концовка, как вообще будет развиваться сюжет. И длина фильма для каждого конкретного человека может варьироваться от 40 минут до 2,5 часов. То есть мы понимаем, сколько альтернативных развязок, сколько альтернативных путей было снято. Что может фильм быть в 40 минут, а может быть в 2 раза больше. Это тоже еще один из примеров нелинейного сюжета. Чем это интересно? Чем интересен нелинейный сюжет? Что это идет индивидуализация. То есть в данном случае это индивидуализация сюжета. То есть мы перенимаем действия за героя. Может быть, мы принимаем так, как мы их чувствовали, как бы мы хотели. Сколько раз мы ловили себя часто на фильмах, что дурак, зачем ты стучишь в дверь, если ты знаешь, что там за ней кто-то стоит? Или зачем ты кричишь пустоту? То есть вот здесь мы можем это сами решить. Кричать или не кричать, идти или не идти. Также и с обучением можно сделать. То есть можно добиться этой индивидуализации через нелинейные сюжеты. Мы с вами вчера немножко тоже говорили про элементы геймификации. И в нелинейных сюжетах вот этими элементами геймификации могут быть как раз-таки обратная связь. Элементы обратной связи, например, если мы говорим про какие-то квесты. С этими нелинейными сюжетами мы можем работать при построении вообще обучения студентов. Например, у нас Project Pace Learning, то есть как бы на основе проекта. Мы понимаем, что если у студентов разные проекты, им могут быть нужны разные данные или разные знания для решения этих проектов. И просто можно построить каждой группе студентов условно свой путь. Что если у вас проект об этом, то вам, наверное, будет интересно почитать вот эту главу книги или посмотреть вот это видео. А если у вас проект о чем-то другом, то вам, наверное, будет интересно посмотреть вот здесь эти материалы. Как бы таким образом мы можем заинтересовать студентов. То есть не просто им сказать, читайте эту книгу, ищите ответы. А можем их заинтересовать, для чего им это надо. Что я тут еще хотела сказать? Давайте дальше. Ну и также, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Про альтернативу пока не говорим. Сейчас я вам в чат скину ссылку на небольшой квест, который я сделала. Я бы сказала, что он скорее линейный, чем нелинейный, потому что у вас будут разные пути ответов, в зависимости от вашего ответа у вас будет разный фидбэк и будут накапливаться очки. Но вопросы будут у вас у всех одни и те же. То есть вы пойдете через одни и те же вопросы, но в зависимости от вашего ответа у вас будет разная реакция, разное количество очков накопится, и так мы узнаем, например, кто лучше, кто хуже, или как бы вы себя повели в разных ситуациях. Так, я сейчас кидаю ссылку в чат и скажу, о чем это все. Это небольшая игра. Вы можете не вводить свое имя, вы можете придумать имя. Это условно какой-то персонаж, придумать его имя самостоятельно, который является учителем в университете. Он в одном семестре ведет несколько потоков, несколько групп, и его решения влияют на его отношения с управлением университета, на его отношения со студентом и на его собственное чувство удовлетворенности, его цифровые навыки. Так что ваш первый вопрос, назовите вашего персонажа, как его будут звать. После того, как вы пройдете этот шаг. Так, если вы дошли до первой ситуации, то ваша первая ситуация. Мы путешествуем во времени. 2020 год, начало 2020 года, январь. Мы получаем только первые сообщения о том, что существует какой-то вирус, обнаружен в Китае. Вроде все нормально, все быстро пройдет. Вот это так, временно, все будет локализовано. Но вам нужно начинать готовиться к новому семестру, поэтому ваши действия, как вы будете готовиться к новому семестру, например, продолжите ли вы, первый вариант, вести лекции в формате, или там семинары, что у вас было в формате face-to-face, то есть как бы на один-на-один студентами в классе. Или вы, не знаю, будете готовить, например, план B, C, D и готовить некоторые материалы в онлайн-материалы. Тоже отвечайте. Я не знаю, может быть, в чате ставьте реакцию, если да-нет. Кто понимает по-английски, то, в принципе, вы можете двигаться в своем темпе. Единственное, что сейчас я не буду покрывать именно части, которые фидбэк. То есть если вы не понимаете по-английски, просто вставьте их в Google-переводчик. Вроде бы они должны плюс-минус адекватно работать. Каждое ваше действие приносит или убирает у вас очки в определенной категории людей, с которыми вы взаимодействуете. А фидбэк я не произношу вслух просто потому, чтобы это не повлияло на ваши следующие решения, если вы услышали и ту реакцию, и другую реакцию. Ситуация номер два. Мы дошли до марта 2020 года. Как-то мы выжили, но вдруг мы понимаем, что эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. Что некоторые страны начинают закрывать границы, отменять перелеты, все ваши поездки запланированные, и личные, и рабочие, и все летит без вас. А вам нужно продолжать учить. Вот ваше руководство говорит, учите студентов. Что вы будете делать дальше, как вы будете учить их. Вы понимаете, что ваши студенты периодически начинают заболевать. Может быть, вы в какой-то момент заболели, может, ваши коллеги заболели. А вот учить надо. Что вы будете делать? Первый вариант. Вы продолжите читать лекции, семинары в том же формате, как вы делали это в вашем обычном классе, face-to-face классе, но только через Zoom, через Google Meet, через Teams. То есть в зависимости от того, что вы использовали. Или вы переоцените, например, структуру вашего курса, и часть контента, например, вы будете давать синхронно, часть контента вы будете давать асинхронно. Не все лекции, например, у вас будут идти в Google, Zoom, Teams. А часть у вас уйдет просто на самостоятельное изучение студентов. Например, вы призапишите им видео, или вы сделаете что-то для самооценки, какие-то задания. Я выдержу небольшую паузу, чтобы вы могли прочитать фидбэк, который вам выпал. Небольшой комментарий от меня. Ситуации такие, немножко преувеличенные. Реакция тоже, может быть, немного преувеличенная. Не берите это лично на свой счет. Если что, это больное воображение автора. Я автор, беру все боли на себя. Фу, слава богу. Мы довели весенний семестр. То есть мы дошли до третьей ситуации. Мы довели весенний семестр. Прошло лето. Кое-как свыклись с мыслью, что мы, наконец-то, живем в новое время, и нужно готовиться к новой реальности. Но тут наступает сентябрь. После лета ситуация стала получше. Меньше зарегистрированных случаев в вашей стране, в вашем университете или среди ваших студентов. И страны начинают потихоньку открываться. Куда-то уже можно ездить с прививками, куда-то можно ездить просто с тестами. Руководство вашего университета говорит, что, в принципе, можете возвращаться на кампус. То есть возвращаться в университет, в ваши офисы, и учить студентов, как вы учили. Ваши действия. Первый вариант. Да, наконец-то. Я так скучала по своим классам, по студентам. Никогда в жизни больше не буду вести через Zoom. Просто удалите его со всех устройств. И у меня, и у студентов. Только онлайн. Ой, только face-to-face. Только хардкор. И второй вариант. Да, конечно, вы тоже рады вернуться в класс, но вы понимаете, что материалы, которые вы созданы, полезны, могут быть интересны, например, не только вашим студентам, но и людям со стороны. Вы подсобирали материалов, может быть, подзаписали еще что-нибудь. Нашли онлайн-платформу, на которой вы можете это все разместить. И вы стали продавать свой курс. Или продавать свои материалы. Они стали приносить вам, может, какую-то денежку небольшую. Кажется, я немножко раскрыла, что будет в фидбэке на вторую опцию, вместо того, чтобы читать, что было написано. Ну, ладно. Выбирайте, что у вас получилось. Я на время прекращу расшаривать экран, чтобы открыть ответы. Точнее, открыть ваши результаты. Но сначала мы с вами поговорим, какой из компонентов для вас был более важен. Когда закончите, давайте... Так, сейчас уже почти 30 человек. Когда закончите, давайте в Zoom поставьте, не знаю, палец вверх, либо галочку, либо что-нибудь, какой-то знак. Чтобы вы сначала закончите. И держите пока его. Не убирайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично. Я вижу много реакций, много сообщений в чате, ручек-палочек. Давайте продолжать. Спасибо. Можете опускать, если вы подняли руку или убираете реакцию. Для начала, какой компонент вам важнее всего? Отношения с менеджментом, отношения со студентами или ваши цифровые навыки. Можно сказать голосом, можно написать в чате. Пункт 2 и пункт 3. Все надо хорошо найти золотую середину. Еще варианты? Мне кажется, одна без другой никак. Здесь нет правильного или неправильного ответа, поэтому, если что, не бойтесь говорить. Это просто про то, на что мы будем смотреть при оценке результатов, например. 2, 3, либо все. 1, 2, 3. Ну, хорошо, отлично. Ладно. Все взаимосвязаны, я так думаю. Это будет все. Вы вроде должны видеть мой экран с нашими результатами, что у нас есть какие-то персонажи и заработали количество очков. То есть при каждом решении, которое вы принимали, вы получали плюс 5, минус 5, плюс 10 очков иногда по вашим отношениям. Поэтому давайте посмотрим, кто из персонажей. Я надеюсь, здесь нереальные имена были. Ну, если реальные, то извините. Вы засветитесь на записи. Так, наоборот. Вот, Роберт у нас пошел по самому прогрессивному пути. Кто у нас там еще был? Или нет? Анастасия, я извиняюсь. Рина, у вас было очень сильное эхо. Вы можете не извиняться, можете просто говорить, только без эхо, пожалуйста. Да, сейчас без эхо. Я ввела реальное имя, но, если честно, я просто, говоря по телефону, выбрала, даже не читая ответа, я поняла, что это просто нужно ответить что-то. И поэтому сейчас, когда вижу свой пунктаж, я даже не читала ответы. Просто прошла так, посмотреть, как это будет, цепочка этих ответов. А, ну ничего страшного. Я думаю, что здесь было главное именно почитать реакцию, что ваше решение, в принципе, влияет на ваши отношения с сотрудниками, с менеджментом, со студентами и на ваши отношения к самому себе. Что интересно, у нас только один человек заработал плюсовые очки с менеджментом университета. Все остальные пошли по развитию себя и по развитию отношений со студентами. В принципе, все варианты хорошие. Они все привели бы плюс-минус к такому же результату, там 35 или около того очков. Может быть, я что-то здесь криво поставила таблицу, и, возможно, нужно будет пересчитать потом еще раз. Мне кажется, я здесь что-то нахимичила, и не совсем правильно. Ну ладно, я проверю еще раз потом. Давайте сначала поговорим про ваш опыт. Вообще, вам понравился такой, не понравился такой подход? Хотите вы попробовать что-то подобное сделать или нет? Понравилось? Особенно те, кто читали обратную связь. То есть очень важно, когда вы даете студентам тесты, тесты, которые не просто как экзамен, да даже тесты, которые идут как экзамен, а дать обратную связь. То есть если этот вариант был неправильный, может быть, почему он был неправильный, или в каком направлении можно посмотреть, или где можно почитать, чтобы в следующий раз, например, ответить правильно. Это можно вот в таком варианте подумать. Я могу дать второй тест, например, в Typeform. Но проблема только в том, что его может заполнить 10 человек, скорее всего. Поэтому те, кто будет быстрее, те успеют отправить, а те, кто будет медленнее, не успеют. Давайте сделаем это тоже. И тогда вы выберете, где мы будем делать, в Google Form или в Typeform. Ссылка в чате. Тут вопрос элементарный, типа, как вас зовут, как ваше настроение. По настроению там первый вариант, типа, все круто, замечательно. Второй, ну так себе. И давайте так же, если закончили, то поставьте просто какую-то реакцию, чтобы вы понимали, можно двигаться или нет. Анастасия, я прошу прощения, но у меня пишет, это фишинг-фишинг-фишинг-фишинг-фишинг. Фишинг? Но он не фишинг. Ну, хорошо, тогда просто проигнорируйте его. Хорошо. Возможно, у вас более продвинутая так. А все, здесь 10 ответов, поэтому уже вряд ли кто-то сможет ответить. Попробуем. Попробуйте? Ну, попробуйте, да. Нет, не могу, все равно блокирует. Не могу пройти через блокиратор. Ну, все, скорее всего, уже мы достигли лимита, и у вас очень чувствительная система, поэтому она не пропускает. Ну, в любом случае, так как мы достигли лимитов 10 человек, то уже все, уже не получится запомнить. Те, кто прошли тест, какой у вас был ответ? Sign up to type 4. Зарегистрироваться на type 4. Пока не надо. А у меня вот так, it's time to... У меня тоже самое. А, да, это один из вариантов концовки. Да, это один из вариантов концовки. Те, кто ответили, что у него настроение не очень, или те, кто не готов работать, но с прекрасным настроением. Какой у вас был ответ? У всех классное настроение. У меня было зарегистрироваться на time form. Ладно, да. Тогда мне нужно будет показать, наверное, все-таки, что там было. Да, давайте. Снявится. Там было два варианта. То есть, сначала вы вводите свое имя. От вашего имени появляется персонализированное дальше там. Привет, добро пожаловать. Как ваши дела? Те, кто отвечает, что дела не очень, перенаправляются сразу на окончание. То есть те, у кого дела были не очень, ответили not so well. Вы не видели вопрос, are you ready to walk? Те, кто ответили, что дела замечательные, вы должны были видеть вопрос, как у вас, что are you ready to walk? Те, кто ответили, да, вот у вас вышла форма на sign up. Те, кто ответил нет, он вышел на ту же концовку, что была и вот здесь, not so well. Теперь непосредственно к форме. Какая там была логика? Сейчас, две секунды, пока подгружаются. А, ну если вам интересно, какой был альтернативный вариант концовки, тех, у кого было не очень настроение или не готовы работать, я вам предложила посмотреть смешное видео. Вот, вот получается логика. То есть описано то, что было у вас общий вопрос, общий вопрос, в зависимости от того, что вы ответили, у вас разная реакция, и у одного идет продолжение ветки, и также выходим на две разные концовки. Тоже вариант нелинейной формы. Теперь только вопрос о том, каким инструментом вы хотите попробовать попользоваться. То есть Google Form, скорее всего, вы знаете, возможно, вы знаете, как там настраивать логику. Type Form, если вам интересно, можем попробовать здесь. Но, наверное, мне сразу стоит сказать, что в Type Form ограничение бесплатной версии идет на 10 ответов, только и максимум 10 вопросов, и тоже максимум 3 логические связки. Давайте такой вариант, который мы смогли бы тоже применять, наверное, если Google Form безлимитный, как количество ответов и количество цепочек, тогда, наверное, лучше будет. Полностью согласна. В Type Form просто все красиво визуализировано, вот эти вот связи, которые мы будем делать. Давайте так. Каждый придумайте сейчас, не знаю, ситуацию, может быть, университетскую, может, по своему курсу, который вы хотите развести именно вот такой веткой. И нарисуйте у себя на бумажке картинку, как она будет идти, чтобы вы понимали, какая будет логика ваших действий. Я, вроде бы, здесь могу в зуме тоже рисовать. Или можно здесь, например, Type Form я просто добавлю, что вот, я не знаю, у вас есть ответ, у вас есть развилка, от этой вилки пойдете вы соединять. Деми карандашик. То есть от этой ветки вы пойдете потом соединять опять общий вопрос, там, развилка и соединение, например, как это было в Google Form. Или вы хотите пойти по более нелинейному подходу, то есть что-то вообще меняется все. То есть если ответили на одну ситуацию, то будет так и так, из этого выходят опять два варианта ответа, например, мы разрешились еще на какие-то два разных вопроса в зависимости от этого и вышли в две разные концовки. То есть нарисуйте себе сначала схему, чтобы вы понимали, что вы будете делать. Вам будет просто потом проще сориентироваться, когда мы будем назначать логику. Такой вопрос. У всех есть аккаунт Google? Если мы работаем в Google Forms, вам нужно аккаунт Google создать форму. Хорошо. Тогда... У меня все очень медленно грузится. Тогда создаем Google Forms, как обычно. и начинаем писать наши вопросы, данные, что у нас будет. То есть в моем случае это будет пускай вопрос 1, опция 1, опция 2. Я не буду сейчас менять уже стандартные варианты. И в зависимости от того, например, как на эти вопросы ответят, там будет одна реакция, либо другая реакция. Чтобы эти ветки у нас хорошо работали, мы их добавляем отдельными секциями. То есть там следующий вопрос, следующая реакция, она идет через секцию. Так, будет фидбэк 1. А здесь будет, например, у второго будет не... Я назову это фидбэк, но там будет второй вопрос пойдет. А эти секции связываются с опциями с первого ответа? Да, мы их будем связывать. То есть мы создали... Смотрите, мы создали первый ответ, например, и мы уже создали две вилки, как она пойдет. Когда мы дошли вот здесь и выбираем... То есть нажимаем на эти три точки внизу и выбираем опцию «Идти к секции в зависимости от ответа». И назначаем, что если человек выбрал опцию номер 1, то он идет к секции 2, то есть которая идет к фидбэку к этой опции, например. Если он выбрал опцию номер 2, то он идет к секции, которая следующая. То есть получается, человек, который выбрал опцию номер 2, он не попадет... То есть он пропустит вот этот шаг, который с опцией идет, с секцией вот этой, с фидбэком 1. И, допустим, предположим, что первая опция у нас это такой dead-end, то есть просто тупик. То есть человек ответил, все, оттуда ничего не уходит. Мы, допустим, он все прекрасно материал знает, мы говорим ему «Расслабься, один экзамен». Все будет замечательно. А второй человек, мы понимаем, что, наверное, он что-то не выучил, и мы хотим дать ему, допустим, уточняющие какие-то вопросы. И мы здесь также делаем какой-то вопрос. Пускай будет вопрос 2. И тут у нас были тоже опции 1, 2 и 3. Если человек ответит правильно, допустим, мы считаем, что правильный ответ – это опция 1. Ну или в нашем случае, что мы понимаем, что там будет все хорошо, то пускай вот он перейдет сюда у него. А зачем сюда? Значит, мы понимаем, что просто у него все хорошо, и он может вернуться к той же секции, что была и вот здесь. У F1. То есть вот к этой же. Я думаю, что мне нужно будет нарисовать сейчас карту. Какая здесь была логика? Если человек, например, ответил на опцию номер 2, и вроде бы она правильно, но мы хотим дать какой-то, не знаю, ответ, фидбэк, то есть мы перенаправляем его еще куда-то. И пускай также будет с опцией номер 3, тоже перенаправляем еще куда-то. Теперь главный момент. Если мы считаем, что вот эта часть – deadend, то после нее нам нужно, чтобы человек отправил форму. То есть если мы понимаем, что это конец связи, то есть если он ответил, допустим, правильно, то ему не нужно проходить через все остальные вопросы, то есть его не нужно больше кидать по этому пути. И нам нужно так, чтобы он вышел. Значит, вот здесь, после этой секции, только кнопка submit form, то есть нет продолжения никакого. после вот этого будет продолжение там не к следующей секции, например, если у нас только два вопроса. То есть идет переброска. Submit. Так, нет. Короче, ладно. В этой части ничего не трогать. Если это были наши последние вопросы с фидбэком, здесь мы ставим отправить форму. Отправить форму в последней секции, оно идет автоматически. Из других вариантов нет. Надо ли нарисовать логику того, что я сейчас делала или нет? Судя по глазам потерянным, кажется, надо. Либо еще раз пройти. Что у нас было? У нас был вопрос один. У вопроса один есть два варианта ответа. Опция один и опция два. Опция один у нас ведет к концу. То есть вот наш квадратик – это все. Конец. Опция два нас ведет к следующему вопросу, у которого три варианта ответа. То есть вот она ведет к Q2, и у него три варианта ответа было. Если человек выбирает вот этот ответ, первую опцию, то его тоже ведет к концу, вот к этому квадратику. То есть, допустим, все хорошо, занимайтесь дальше. Если он выбрал опцию два, его ведет к другой концовке. То есть, условно, к фидбэку номер два пускай будет. Если бы он выбрал опцию номер три, то его ведет к, ну, в моем случае, к третьей концовке. Может быть, вам нужно сменить направление обучения для преподавателя или подходы, как вы занимаетесь. В моем случае, оно ведет вот так. Могли мы разбить дальше, что оно ведет к другим вопросам? Если так прям кратенько. Есть ли какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Я попыталась вести эти секции. То есть, к первому вопросу у меня получилось вести «возьмите секцию один». А во второй, когда я хочу направить его на вторую секцию, я не могу поменять, там, цифру два ввести. Как это можно сделать? Где именно вы не можете ввести цифру два? Вот здесь, где option вторая. Да. И вот когда вы go to section three, F2, я не могу ввести вот это. Это где мы вводим? А у вас создана эта секция? Ага, значит, ее нужно сначала создать. Да, то есть мы сначала создаем, а потом создаем логику. Хорошо, давайте тогда покажите, пожалуйста, еще раз сначала, как мы создаем секцию. Наверное, я что-то пропустила. Давайте я удалю. Давайте я все-таки… Ну ладно, уже удалила, неважно. Создаем секции. Самая последняя кнопка. Add section. Эти две полосочки. То есть, нажимая ее, мы создаем. Мы можем ее переименовать, но нам, чтобы удобнее было ориентироваться. Я сейчас убью всю логику, но уже пускай будет так. Извините, я убила все. Первое начало. Без вопроса. То есть, чтобы создавать секции, мы нажимаем вот здесь, эти две палочки, у нас появляются кучи секций. Чтобы в каждой секции добавить какие-то вопросы, мы нажимаем на номер этой секции условно и нажимаем плюсик и добавляем вопросы. И выбираем там уже какой тип вопроса. Чтобы добавить логику в зависимости от ответа, мы нажимаем на три точки внизу экрана и выбираем идти к секции в зависимости от ответа. Важный момент, что если у вас идет логика и какой-то конец, то есть тупик ведет к тупику, вам у этой секции нужно поставить, чтобы там переход был не к следующей секции, не к следующему вопросу, а к окончанию формы. Вопросы, комментарии. Моя сделала, у меня получилось. Мы можем попробовать, как вчера, например, разбить вас на небольшие группы, чтобы в группе поработали, может, пообсуждали, кто-то лучше понял, кто-то хуже понял. Я могу в процессе ходить и отвечать на ваши вопросы и помогать, если надо. Просто попробуйте сейчас сделать что-то со смыслом. То есть не просто там вопрос один, ответ один, ответ два, а попробуйте ставить туда какой-то смысл, например, из ваших предметов. Чтобы вы понимали, как бы оно ввело, какой бы был путь студентов. Подходит такой вариант? А может, вы сначала еще раз покажете? Давайте. Только давайте новую форму создам, а то я здесь уже наплодила секции. Если хотите, я могу показать на примере той формы, которую вы проходили первой. Да, нет, окей, ладно. У нас новая форма. У нас есть, я не знаю, условно здесь какая-то вводная часть. У нас идет первый вопрос. Вопрос один. На него у нас два варианта ответа. Я хочу, чтобы в зависимости от ответа студент либо закончил прохождение этой формы, либо продолжит дальше. То есть так как у меня два ответа, я добавляю две новые секции, потому что будут две концовки. Это будет вот end. Все, конец. А это продолжение. Секции я создала. Я знаю, к чему они ведут. Я перехожу к трем точкам и выбираю создать логику. Первый вариант ведет у нас концовки, вот к этому, к end. А второй вариант у нас ведет к продолжению. С концовкой. Мы возвращаемся к концовке и просто вот здесь, after section 2, выбираем, что нужно отправить форму, что все, что вот это точно конец, дальше никуда он не пойдет. То есть секции, которая продолжение, здесь, допустим, идет какой-то фидбэк, что давайте подумаем еще раз, давайте, может быть, ответим на какие-то уточняющие вопросы и идет уточняющий вопрос. Вопрос 2. У этого вопроса 2 есть три опции. Если человек ответит первый вариант, то мы понимаем, что с ним все хорошо, как бы просто, может быть, он случайно ошибся или ступанул, и, значит, он должен закончить форму, и я хочу, чтобы он получил тот же самый фидбэк, что и те люди, которые ответили в начале опцию 1. Давайте сразу включим логику, и мы отправляем человека к концовке, к тому варианту концовки, который у нас был. Если человек ответит опцию 2, я хочу, чтобы у него был другой вариант концовки. Там, например, я ему рекомендую почитать определенную литературу. Если человек ответит опцию 3, там будет третий вариант концовки, потому что я хочу, чтобы этот человек может быть, почитал литературу, посмотрел видео и сделал какое-то дополнительное задание, потому что я понимаю, что там все плохо. Вот я создала эти секции. Возвращаясь к вопросу, то есть первую мы уже отправили на первый вариант концовки, вторую опцию мы отправляем на второй вариант концовки, и третью опцию мы отправляем на третий вариант концовки. В этих секциях, то есть нам не нужно, чтобы человек, который увидел второй ответ, перешел к третьему сразу, посмотрел третий ответ. Нам достаточно того, что он увидел свою опцию, поэтому мы опять отмечаем, что он должен отправить свою форму. Все. Здесь конец. Так как третий вариант концовки это последняя секция, то он автоматически идет в конец. То есть все. Dead end. И давайте посмотрим, как оно у нас все-таки работает. Правильно или неправильно. У нас здесь есть прекрасная кнопка превью, что я первый человек, пускай я буду умная. Я ответила. Ой, у меня все хорошо, конец, я отправляю форму. Я сейчас возвращаюсь на зад, что проверю, что у меня вторая опция хорошо работает. Ну, может быть, я ошиблась, но точняющий вопрос я отвечаю правильно, поэтому меня отправляют вот к первому варианту, который у нас был, значит, все хорошо. И давайте вторую пропустим, третью ответим. Отправляют правильно. То есть все, что я хотела, у меня получилось. Если вдруг у вас, ну, и там, что главное здесь, что кнопка submit. Это главное, наверное, вот в опции 2, то есть что вот здесь тоже появилась кнопка submit. То есть чтобы не было такого, что человек видел один фидбэк и его перекинуло потом на второй фидбэк, который не относится к его опции. Стало ли так чуть-чуть понятнее или что-то нужно разобрать еще раз? Это все понятно. Анастасия, а длина этих цепочек неограничена? В Google Form неограничена. Вы можете использовать неограниченное количество вопросов, неограниченное количество цепочек и, в принципе, получать неограниченное количество ответов. Единственная проблема у Google Form, что они не такие симпатичные. Я бы сказала, вот и все. А, ну и что здесь, что вам нужно самому в голове либо на бумажке прорисовать логику? То есть как мы это видели вот здесь в Typeform, что мы видим, как она идет путь? Мы такого не увидим в Google. То есть нам нужно это самому на бумажке сделать либо в голове держать, как вам удобнее. А если один раз мы это создали в Google Form, потом оно сохраняется неограниченное количество, интервал времени, или это через какое-то время исчезает? Неограниченное. То есть, смотрите, вы создали, у вас эта форма лежит в какой-то папке, и все. То есть она вам доступна, и все. Что вы можете сделать, если вы хотите закрыть эту форму? Сейчас. Вот здесь на вкладке Responses, то есть у вас была первая вкладка вопроса, где вы это все назначали, а вторая вкладка, как у редактирования, у вас есть вот вкладка Responses. И здесь есть кнопка «Принимать ответы» и «Не принимать ответы». То есть если вы понимаете, что вам больше не надо, чтобы кто-нибудь заполнял эту форму, даже случайно найдет, то вы нажимаете вот это. И все. А так она неограничена. Если вы хотите посмотреть варианты, ну, как люди отвечали, то… Сейчас, две секунды. Первый вариант. Вы можете смотреть вот на той же вкладке Responses. Сейчас. Но оно идет как бы либо вот в таком формате Summary, то есть может быть какие-то графики по конкретному вопросу, как отвечали, либо по индивидуальному человеку, который отвечал. Либо, если вы нажмете вот на этот значок, вы можете это все конвертировать в Google Formal. То есть у вас ответы будут вот в таком формате. И потом уже, ну, то, что вы видели, вот здесь цифры назначены, это я уже просто сама поставила логику, что если был ответ такой, то дать плюс 5 баллов за это, минус 5 баллов за это, плюс 10 баллов за это. Здесь уже было вот вручную, если вы видите. На постыке. Есть ли еще вопросы, прежде чем мы перейдем к практике? Тогда давайте, как и вчера, я вас разобью на небольшие группы, наверное, человека по три. А попробуйте создать что-то со смыслом, то есть чтобы не просто был вопрос один, вопрос два, вопрос три, а попробуйте что-то создать по смыслу, не знаю, может быть, один человек, который в вас в группе идет. Может быть, вы все три, если вам удобно это делать. Вот. Я буду периодически ходить по группам, если будут вопросы, комментарии, на все отвечу, совсем помогу. Если у вас есть какие-то общие комментарии или общие вопросы, вы можете задать их сейчас, пока мы не разбежались по группам. Анастасия, если можно, уточнение, лекции рассчитаны на какой промежуток времени? На час, полтора, сколько длится лекции? Какая? Вот это сегодняшний семинар? Да, наши встречи. Вообще рассчитывала на час, возможно, максимум будет полтора. То есть все, кроме последнего вебинара, который заявлено, все должно длиться где-то час, полтора максимум. Последний вебинар будет долгий, часа два, три, потому что там много действий. Окей, спасибо. Анастасия, если можно, развейте нас в группы побольше, потому что я частично могу участвовать, и если нас будет побольше, будет результат получше, если можно. Хорошо, группа будет где-то по четыре человека, какая-то группа, может быть, пять человек. И давайте так же. Кто хочет получить сертификат, то потом мне на почту нужно будет прислать ссылку на то, что вы сделали. Именно людей, которые были в группе, если вы это делали в группе, либо ваше имя и имейл, если это вы делали индивидуально. И мне поступал вопрос на почту, что это здесь сертификаты, сертификаты просто прохождения этого тренинга, что вы умеете пользоваться таким-то инструментом, делать такие-то вещи. Не обязательно, это только если вам нужно для университета, для отчета, я не знаю, для повышения квалификации, для чего-то еще. Анастасия, если мы создаем форм на своем языке, например, на румынском, тогда? То есть вам без разницы в какой-то языке? Мне без разницы в какой-то языке. Я просто пройду и посмотрю, что логика работает, и все. Окей, просто нам легче печатать на румынском, чем на русском. Понятно. Мне легче печатать на английском, чем на русском. У меня русской раскладки нет. Такая же история. Поэтому вообще без проблем создавайте на том языке, на котором вам нравится, на котором вам удобнее. Главное, чтобы там какая-то логика работала, то есть были какие-то разные ветки, может быть, разные выводы либо разный фидбэк. Так, все, комнаты открыты. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.